И застройщик хочет выжить с нас по полной. Часть из них уже засохла. Тогда я вас хочу предупредить. Пройдет буквально 3-5 лет, и здесь будет совсем другой район. Большой слой мелкой пыли. Почти Петроградка. Первое, что не понравилось, это качество воздуха. Хороший бизнес-класс. Как-то по мне это не очень хорошо. Друзья, добрый день. Сегодня поговорим о жилом комплексе ЦДС на Черной Речке. ЦДС это группа компаний, которая на своем сайте заявляет, что им уже 20 лет, а строят они 21 год, друзья. Давайте проверим с вами эту информацию. Захожу на andreartemov.ru Перехожу на сервис проверки новостройки вторичного жилья. Ввожу ООО «ЦДС» и ищу вот эта организация. Заходим в карточку. Учредитель ЦДС Медведев Михаил Анатольевич. Нажимаем сюда и видим все его зарегистрированные компании. А вот и компания, которая была зарегистрирована в далеком 2000 году. Знаете, первый раз такое. Собираю информацию застройщики, и она соответствует заявленной. Жилой комплекс «Черная Речка» — это 9 домов с переменной этажностью. От 10 до 14 этажей. Строятся все дома по монолитной технологии с вентфасадом. Но вентфасад, друзья, здесь непростой. Он здесь с терракотом и керамической, клинкерной, вернее, плиткой. Особенность этих материалов — это долговечность и эстетичность. Ну, сами посмотрите. По мне так смотрится классно. Вентфасад — это пирог из внешнего слоя. В нашем случае внешним слоем выступает клинкерная плитка и терракота. Прослойка из воздуха, ветрозащита, базальтовый утеплитель и несущая монолитная стена. В таких домах, как правило, летом прохладно, а зимой, соответственно, тепло. Согласно проектной декларации, класс энергоэффективности у этих домов — «Б». По мне, друзья, это странно, потому что, как правило, в таких домах класс энергоэффективности — «А» и выше. К примеру, если взять самое высокое здание у станции метро «Рыбацкая» — князь Александр Невский, сданный в 2012 году, то там даже класс энергоэффективности — «Б». Из особенностей комплекса отмечу, что окна с увеличенным проемом. На лоджиях есть место под установку кондиционера. Вентиляция для забора воздуха, а это важно, друзья. Ну и чтобы конденсат вам на голову не капал, есть специальная трубка под вентфасадом для его отвода. В каждом подъезде два лифта — пассажирский и грузопассажирский торговой марки «Отис». Закрытый двор, входные группы в уровень, землей, вай-фай во дворе. На въезде в паркинг над ним застройщик сделал зону отдыха. По мне, конечно, это все здорово. Есть, конечно, и особенности. Межкомнатные стены из пазогребневых плит. Пазогребневая плита — это гипс. И отличие этого материала от другого — то, что он звенит. То есть, когда вы закрываете дверь, то видно и вибрация, и звонки, и звук этого материала. Но отмечу, что зато у него хорошая звукоизоляция. А вот в центре кадра как раз мы видим межквартирные стены из пазогребневых блоков. Заметил еще, что стены частично либо в соседнюю комнату или к соседям из газоблока. Если газоблок толщиной в несущую монолитную стену, а это 20 см, то обязательно делайте хорошую звукоизоляцию, чтобы не слышать о ваших будущих соседей за стенкой. Ну а раз мы с вами заговорили про звукоизоляцию, то здесь больше вопросов, чем ответов. На своем сайте, к примеру, застройщик ничего не говорит про звукоизоляцию. Жилой комплекс «Черная речка» находится между двумя станциями метро. До станции метро «Лесная» примерно 2 км, до станции метро «Черная речка» примерно 1,3 км. Я не буду говорить и рассказать вам о том, что до них идти 20-30 минут. Я просто вам скажу, что в часы пик там очень-очень плотно. И те, кто пользуется метро и живет рядом, не дадут соврать. Спустились с моста, вот там в конце дороги на перекрестке повернули налево. Одна минута и вы уже, друзья, дома. Вот сейчас иду по Кантемировской улице и просто ощущаю пыль, которая попадает в мои легкие. И как-то по мне это не очень-то хорошо. Вот я и дошел до станции метро «Лесная», и она за моей лысой головой. В час пик здесь очень много людей, потому что отсюда идут ученики в два института. Торговый, экономический, лесотехнический институт, не считая жителей не только новостройок, но и старых домов. Друзья, давайте мы с вами засечем, за сколько времени я отсюда дойду до жилого комплекса. 14 часов 40 минут, пошли. Бытовой городок, жилой комплекс Георг Ландрин. 14 часов 52 минуты, то есть 11 минут 40 секунд, и я шел от станции метро «Лесная» до заправки «Ш». Ситуации бывают жизни разные, конечно, 20 минут до станции метро, и я считаю, это хорошо. Застройщик в своем буклете написал «На территории квартала запланировано строительство детского сада с бассейном на 530 малышей и современной общеобразовательной школы для 1320 учащихся». Действительно, для школы и детского сада, согласно данным из кадастровой карты, выделен участок земли. Но нет информации, что застройщик планирует строить и будет строить школу и детский сад. Возможно, эту территорию застройщик передал городу. Но здесь, конечно, мы с вами понимаем, что в ближайшее время надеяться на то, что здесь появится школа и детский сад не стоит. Ближайшая к комплексу общественно-образовательная школа номер 106. Но чтобы не быть голословным, смотрите. Вот паспорт школы. Согласно ему, плановая мощная школа 650 учеников. А согласно отчету школы, на 01 января 2020 года в школе 872 ученика. То есть школа уже переполнена, и вакантных мест нет. Аналогичная ситуация с детскими садами. Да, есть и школы, и детские сады, но поверьте, друзья, они очень сильно переполнены, и туда очень тяжело попасть. Совсем недавно в своем инстаграме я публиковал пост, в котором написал вопросы, которые следует задать застройщику. Один из таких вопросов – это предоставить шаблон договора долевого участия в строительстве. На сайте застройщика я не нашел договора ДДУ, но нашел его через другие источники. И тут есть особенности. Первая положительная особенность – это продажа квартир с использованием искроу счетов. На этом положительные моменты закончились. Теперь слушайте внимательно. В договоре застройщик прописал, что отклонение фактической общей площади квартиры в пределах 5% как в большую, так и в меньшую сторону считается сторонами допустимым. То есть не является нарушением требований о качестве квартиры и существенным изменением размера квартиры. Если площадь больше или меньше до 1 метра включительно, то доплачивать не надо. А вот если больше метра квадратного, то придется раскошелиться. Но это не все. К договору есть приложение. Так, из приложения номер 3 понятно, что счетчики на воду будут в квартире, а телевизионные интернет-кабели застройщик не заводит в квартиру. А в приложении номер 4 вы передаете свои персональные данные как застройщику, так и другим компаниям на бессрочный срок. При этом передаете все данные, которые у вас есть. Но разрешайте вам звонить и писать на почту и в мессенджеры. Ждите новых звонков от зубных клиник и мошенников. Ну и конечно не забывайте, что из окон будет видна ТЭЦ, подстанция и окна соседнего дома. Благо до них совсем недалеко. Хороший бизнес-класс. Мне как жителю пригорода Санкт-Петербурга первое, что не понравилось, это качество воздуха. То есть он нормальный, конечно, им можно дышать, но он очень грязный и пыльный. А если нет ветра, то это очень-очень сильно, друзья, ощущается. Здесь хороший плотный трафик. И несмотря на близость к Черной речке, реке и к Неве, при отсутствии воздуха вы это очень сильно прочувствуете. А когда подойдете утром своей припаркованной на улице машины, то обнаружите на ней, вот как на этой, большой слой мелкой пыли. С транспортной доступностью здесь все хорошо. Почти Петроградка. Доберетесь в любой конец города без проблем. Всего в комплексе будет 4800 квартир и 2688 мест в паркинге. Так что я рекомендую приобрести место для машины, чтобы не кружиться в поиске парковки вокруг комплекса, как это делал сегодня я с утра. Четыре круга вокруг комплекса, чтобы припарковаться. Чуть не забыл. Уставной капитал у застройщика 800 миллионов рублей, а не 10 тысяч, как у некоторых. Да и я верю, что он посадит не только траву и кустарника, но и деревья. Потому что это есть в его проектной декларации. Сейчас застройщик возводит 5 домов на 3784 квартиры. Если посмотреть на квартирограмму, то 50% из общей массы квартир – это двухкомнатные квартиры. Студии и однокомнатные квартиры занимают 40%. И только 9,5% – это трехкомнатные квартиры. И есть одна четырехкомнатная квартира. Как думаете, чья это квартира? Цены на квартиры стартуют от 8 миллионов 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру от застройщиков с дачи в далеком 2023 году. Но у меня есть квартиры и дешевле от инвесторов по договорам переуступки. Он, видите, покушать в офис продаж привез. Рядом с комплексом не только промка и река, а также есть и дом 1913 года постройки. Комплекс строится на бывшей промтерритории. Здесь был завод Ильич, застройщик его снес и строит эти дома. Я, честно говоря, в этом криминального ничего не вижу. Когда, естественно, здесь все облагородят, застроят. И я полагаю, что вот такие здания, как сейчас вы видите за моей лысой головой, через какое-то время их не будет. Пройдет буквально 3-5 лет, и здесь будет совсем другой район. Вот застройщик возводит дом на бывшей промышленной территории. Вот труботец. Чуть правее там линии электропередач, электроподстанция. И буквально вот от этого забора, тут, наверное, метров 20, не больше, уже течет черная речка. Но обратите, друзья, свое внимание, что здесь для пешеходов ничего не сделано. Да, она в граните, да, здесь трава. Ну, вот можно вот это назвать, что ли, пешеходной дорожкой. Здесь все больше сделано для машин. Если вы решили сами приобрести квартиру без помощи специалиста, тогда я вас хочу предупредить. Вот это офис агентства недвижимости, которые изначально говорят вам цену ниже, нежели чем она есть, а потом продают вам дороже. Об этом мне рассказали мои подписчики. По соседству с жилым комплексом Черная речка от СДС расположился Ривьер Нуар от группы компании ЛСР. И здесь однокомнатная квартира стоит от 10 миллионов 800 тысяч рублей. Фасад, конечно, очень красиво и стильно смотрится. И здесь уже практически закончены работы. Вот это, друзья, настоящий бизнес-класс по мне. По левую сторону Приморский район, через мост и уже Петроградка. Поэтому, конечно, с транспортной доступностью у этого комплекса, друзья, все очень-очень хорошо. Но с высоты, конечно, соседнего дома очень все видно и наглядно. Вот она внизу, видите, Черная речка. И пошли корпуса жилого комплекса. Названием Речка Черная речка. Планировочные решения у застройщика мне лично понравились. Все, что евро, это достаточно хорошие, умные, продуманные планировки. И мне они понравились больше всего. Если посмотреть внимательно дворовую территорию, то мы уже видим, что сделал застройщик озеленения. Ну, деревья, конечно, очень-очень молодые. Часть из них уже засохла. А вместо красивой плитки в доме бизнес-класса мы видим обычный песок, который, естественно, вы будете приносить в свои подъезды и квартиры. Я лично считаю, что дома достаточно высокие для этого места. Мне бы, конечно, хотелось здесь видеть дома там 5-7 этажей максимум. Но мы с вами понимаем, что земля стоит определенных денег и застройщик хочет выжить с нас по полной. А этот вид оценят жильцы, которые приобрели квартиры здесь и здесь. Шикарный вид из окон. Как видите, работа здесь идет хорошими высокими темпами. Машина за машиной приводит стройматериал на стройплощадку. Если посмотреть туда, вглубь ворот, то мы видим там огромное количество стройматериала. Вот на первом плане это базальтовый утеплитель для утепления фасада. И поверьте, здесь его нужно очень-очень много. За моей спиной мы видим паспорт объекта. Об этом мы поговорим, друзья, чуть позже. Группа компаний CDS это девелопмент. Девелопменты это те, которые делают проект, строят другие. Так и здесь. Застройщиком этого комплекса выступает городская перспектива. Как я уже говорил ранее, с уставным капиталом 800 миллионов рублей. У самой компании ООО «ЦДС» уставной капитал чуть менее 15 тысяч рублей. И ничего они, друзья, не строят. А базальтовый утеплитель застройщик здесь применяет производство российской компании «Технониколь». А вот и очередь из машин на эту стройку стройматериалом. Кирпич здесь применяет застройщик от строительной компании «ЛСР». Ответьте, доверяют качеству. Да, кстати, если застройщик пригласит меня на свою стройплощадку, я вам обязательно покажу все закрома Родины. Напишите в комментарии, о каком комплексе вы хотели бы увидеть следующий сюжет. Тот комплекс, который наберет больше всего ваших комментариев, о том я и сделаю, друзья, следующий сюжет. Я был рад вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк и не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на этот ролик. Ну а я, как обычно, с вами, друзья, не прощаюсь и говорю до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok